Всем привет! Сегодня у нас будет небольшое видео посвящено, оно будет одному из новых приложений, которое появляется на цифровых приставках, производители его внедряют, как правило, вместо киносервиса Мегуго. Появляется наш, один из тоже популярных платформ, это платформа Рутуб. На примере приставки Selengar T81D, которая была обновлена до последней версии, и там появилось это приложение, мы зайдем в него и посмотрим, как оно сейчас работает. Здесь оно не будет напрямую написано Рутуб, оно находится вот здесь вот в AppsLand. Заходим в него, вот у нас здесь прогрузился YouTube и прогрузился Рутуб, как отдельный значок. Снова в него переходим. Идет информация. Так, ну это у нас просто какие-то ролики, которые идут на топ, как видите, топ видео. Также здесь нет возможности авторизации, мы только смотрим то, что идет бесплатно, это неудобно. Ну что, то есть есть какие-то вот категории, можно посмотреть. Давайте ради интереса попробуем что-нибудь прогрузить. Пойдет, картинка не пойдет. Пока только колесо прокрутки. Есть картинка, есть звук. Нажимаю на выход, чтобы не портить ничьи авторские права. Потом ролик этот у нас не заблокировали. Итак, что у нас здесь еще из настроек. Мы не можем поменять разрешение и смотрим только то, которое дает нам возможность. Сама приставка. Здесь это не реализовано по крайней мере пока. Клавишей меню мы можем менять режимы. Что у нас здесь есть? Здесь есть телеканалы. Кстати, тоже это очень неплохо. То есть, если ваш приемник не может поймать двадцатку, там связано с тем, что ее просто нет, например, или вы не хотите тянуть антенну, но у вас есть интернет, то в принципе вот та же двадцатка, да, она у нас здесь есть. Давайте посмотрим. Здесь у нас федеральные телеканалы. Вот они прямо так и подписаны. Видите? Есть даже те, которых нет двадцатки. Вот, например, мы проскочили музыкальный канал ТНТ-Мюзик. Его нет двадцатки, точно знаю. Что у нас еще здесь есть? Региональные каналы есть. Всевозможные. Новостные каналы. Какие-то, конечно, повторяются, но это нормальное явление. Вот 360 новостей канал есть. Russian Today РБК Известие Давайте попробуем какой-нибудь прогрузить. А, денежку стоит. Видите? 360 Пошел без проблем. Картинка, звук. Все идет. Так, что еще у них здесь есть? Значит, какие-то деньги здесь, какие-то каналы здесь за деньги, но мы их не посмотрим. Вот, например, Солнце канал тоже не входит в двадцатку, но здесь можно бесплатно смотреть и смотреть на приставки. Рекламные каналы, канал моды, куда без них. Чей телеканал тоже не входит в двадцатку, но и здесь его нет. Тоже стоит, видать, денег. То есть, либо авторизацию, либо какой-то пакет надо подключать. ТСТС, ЛАВ, тоже не входит в двадцатку, но его здесь тоже нет. ТНТ4 грузится и бесплатно, видите, идет. Быстро загружается, вообще без проблем. Приложение, по крайней мере, пока бегает довольно быстро. Что у нас из познавательных каналов, Юнивертов, даже есть природный телеканал, давайте попробуем включить. Идет без проблем, охотник, рыболов, вот можно посмотреть. Тоже неплохо. То есть, такое приложение, оно на самом деле, вышло случайно, может найти своего какого-то пользователя, потому что, в принципе, здесь и ролики, да, какие-то, ну, как правило, с телеканалов уже записанные, но и есть свои, кто блогеры выставляют. А также, есть возможность смотреть телеканалы, что тоже неплохо, имея интернет, повторюсь. Нажимаем еще раз на сервис меню, здесь у нас каналы, еще раз на сервис меню, нажимаем, здесь у нас новости, которые записывались, еще раз в меню нажимаем, здесь у нас про игры, что-то записано, следующее меню опять нажимаем, это у нас спортивные состязания какие-то, еще что-то записано, и снова на меню мы возвращаемся в основное. Ну, вот как-то вот так вот, в принципе, приложение работает, никаких проблем нет, все плюсы и минусы я рассказал, надеюсь, видео было полезным. Всем до встречи! Пока! Пока!